Привет, мальчики и девочки! Сейчас мы будем смотреть на очень интересного китайца. 2К-экран, аудиочип неплохого уровня, с большой батарейкой и ценником всего в 110 долларов. Забегая вперед, скажу, если вы хотите слушать характеристики подробно, слушать где и сколько баллов набирает данный аппарат, этот обзор не для вас. Смартфон работает на MediaTek Helio X10. 3 гигабайта оперативки, 2 сим-карты и слот для флешки. Подробнее можно ознакомиться в гугле. Начнем с эргономики и дизайна. Но что мы видим? Типичный уже, и это хорошо, металлический брусочек. Визуально смартфон кажется очень большим, но как только берешь его в руку, понимаешь, что эргономика тут очень продумана и его удобно держать одной рукой. Из интересного решения это то, что под экраном логотип PPTV, который выступает в роли индикатора событий. Довольно информативно и чуть-чуть напоминает Нубе. В общем, ощущения от трубки положительные. Сборка выполнена на отлично, ничего не скрипит, не люфтит и не громыхает. По исполнению похоже на эти ваши Xiaomi и Meizu, только круче и дешевле. В King 7 установлен аккумулятор емкостью 3610 мАч. С учетом того, что тут 2К экран, полного заряда хватит с утра и до вечера при умеренном использовании, или примерно на 3-3,5 часа тяжелых игр. Откровенно говоря, не самые лучшие результаты. Но опять же вспоминаем ценник в 110 долларов и уже как-то не напрягает. И пусть некоторые считают, что Full HD сегодня предел мечтаний, компания PPTV установила нам просто шикарный 6-дюймовый IPS-LTPS экран с разрешением 2К 2560 на 1400 точек, мультитачем на 5 касаний и фирменным покрытием Corning Gorilla Glass 3. Так что производитель сделал все очень по уму. Углы обзора прекрасные, цвета натуральные, картинка яркая, сочная и контрастная. Все просто на отличном уровне. И чем бы я ни занимался, серфил в интернете, смотрел фото и видео, или же играл в игры, на таком дисплее все это просто невероятно приятно и удобно. Касаемо интерфейса системы, тут он весьма алиповат, и поэтому я переустановил прошивку. Если вам интересно, как это сделать, давайте соберем 50 лайков под этим видео, и я сниму отдельный видосик. Нет, он даже в каком-то смысле удобный, адаптированный для большого 6-дюймового экрана, но все-таки не то. Даже то, что прошивка тут собрана на пятом андроиде, выдает то, что это все-таки китаец. Я уже понял, в чем общие косяки смартфонов, скажем, с Алиэкспресса. У тех же и с Xiaomi такая же беда. Компании не хватает действительно хороших программистов. Себя перешагнуть я так и не смог, и накатил новый лаунчер. И вот тогда я, правда, начал получать удовольствие от использования. Фронтальная камера на 8 мегапикселей с апертурой f2.2 меня откровенно порадовала. Тут и добавить нечего. Ну, вполне себе ок. Основная камера на 13 мегапикселей, также очень неплохого уровня. Сюда, если смотреть с точки зрения заработка бабла, компания могла на них сэкономить, поставить модуль чуть хуже. Я к тому, что камера у такого смартфона за 110 долларов могла быть другая, и компания могла сэкономить. Насчет видео, то телефон снимает Full HD и 4К. И знаете, что очень странно? Снимает-то нормально, но можно было намного лучше, если бы по умолчанию, блин, был бы контейнер не 3GP. Господи, что в головах у этих людей, когда они делали это? Почему не MP4 хотя бы? В аудиотеме аппарату есть чем похвастаться. Великолепный выделенный ЦАП ESS Sabre ES901-8K2M и усилитель Maxim Max 97220. По умолчанию звук PPTV King 7 хоть и хороший, но не выдает всего то, что на самом деле способен. Для раскрытия его потенциала была изобретена целая процедура, для которого нужны руд-права. Но это, конечно, Китай. Тут я разочаровался. Если кому-то интересно, то опять же, погуглив, можно найти полную инструкцию в интернете. Ну а без этих танцев с бубном звук получается просто хорошим, но не сказать, что особенным. Что я могу сказать по этому аппарату? Отличная сборка, хорошие материалы, потрясное качество экрана, хорошая по стабильности прошивка. PPTV King 7 показал себя на хорошем уровне. Из очевидных недостатков стоит отметить аккумулятор и игровую производительность, которые при таком разрешении обречены на средние показатели. В то же время, по сочетанию большого 6-дюймового экрана и 2К разрешения, звукомим возможностям King 7 нет равных в его ценовой категории. Забудь про свои Xiaomi и Meizu. Вот кто тут царь за свои 110 долларов. Друзья, большое спасибо, что посмотрели данное видео до этого момента. Как всегда, пишите в комментариях, я молодец, потому что вы посмотрели ролик целиком и тем самым поддержали меня в моих начинаниях. Подписывайтесь на социальные сети, они есть в ссылочке в описании. Ссылка на товар также есть в описании. И, конечно же, пользуйтесь сервисом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на своих покупках в интернете. Ну а мы с вами совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok